Здравствуйте! Это «Голос Америки» и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина – самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальпирович, и в этом выпуске я с коллегами расскажу вам о событиях 889 дня войны и главных новостях среды 31 июля. Россия массово атаковала Киев дронами. Власти города заявляют, что все беспилотники были сбиты. Медиа сообщает, что самолеты F-16 начали поступать в Украину. Пенни Притцкер рассказала о потенциале украинской экономики в дни войны. Сенатор США Бенджамин Кардиан требует раскрыть информацию о перемещении российских политзаключенных. Начинаем, как всегда, с обстрелов и военной сводки. Россия каждый день обстреливает гражданские объекты в Украине, и в ночь на среду российские военные атаковали Киевскую область ударными дронами. Воздушная тревога продолжалась более семи часов. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко. Я его процитирую. В регионе работали силы ПВО, все вражеские цели сбиты, попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено, пострадавших среди населения нет, но там падали обломки, и ими повреждены фасады, кровли крыш, выбиты окна. Как сказал Кравченко, в одном из этих домов спасатели ликвидировали пожар. Но и при этом украинские военные заявляют, что они сбили российскую ракету Ха-59 и все, атаковавшие Киевскую область, 89 ударных дронов. Этот обстрел Киева прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский. За одну эту минувшую ночь сбито почти 90 шахедов. Серьезный результат. Спасибо всем за меткость. Нашим мобильным огневым группам, истребительной авиации, зенитчикам, специалистам РЭП, всем. Хорошо поработали в небе много наших областей. И очень важно наращивать украинские возможности защиты неба. Все для этого мы делаем. И сейчас, если уж может достигаться такой весомый результат в защите от шахедов, то это очевидное доказательство. Мы можем быть сильнее и в защите от ракет, и в защите от российской военной авиации. Все зависит от оружия в руках наших воинов. Нужны надежные системы ПВО, нужна достаточная дальнобойность нашего оружия. В руках наших воинов. Потребны надежные системы ППО. Потребна достатная далекобенность нашей зброи. Президент Украины Владимир Зеленский. Но обстреливали не только Киев. Россия сегодня в течение дня постоянно обстреливала Никопольский район Днепропетровской области. Били из артиллерии и дронами камикадзе. В Никополе ранен местный житель, 69-летний мужчина. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. В результате утренних обстрелов армии России пригорода Херсона погиб мужчина и ранена женщина. Мужчине было 68 лет. 73-летняя женщина контужена. У нее закрытая черепно-мозговая травма. В другом населенном пункте Херсонской области в Александровке в результате ночных российских обстрелов пострадали три мирных жителя. Глава администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил, что российские войска за сутки совершили почти 400 обстрелов по 12 населенным пунктам этого региона. Примерно то же количество обстрелов было и вчера. То есть каждый день Россия массировано обстреливает Запорожье. Также российские войска утром в среду совершили 9 обстрелов нескольких громад Сумской области. Но и в Донецкой области за минувшие сутки в результате российских обстрелов погиб как минимум один мирный житель в Торецке. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Он сказал также, что еще 4 человека в области за сутки получили ранения. Люди бегут из зон обстреливаемых российской авиацией и артиллерией. И вот свидетельства жителей Торецка, которых также вывезли из города из-за российского обстрела. Бьют прям ракетами дома. Сегодня без пяти два мы думали, что уже наш дом полетел. А рядом крышу снесло. Бьют очень. Это только раз так, эти ракеты. А вообще бьют и бьют и бьют без остановки. Выйти нельзя. На двор нельзя выйти. Приближается линия фронта. Городовка уже можно сказать, что это фронт. Так сказали нам ребята. Люди выезжают очень много. Разбиты дома. Сегодня разбили поселковый совет. Это наш дом разбили. Вчера. Вчера был разбит дом. Прилеты, как мы говорим, что с 18 июля. А сегодня вот 30. Вот смотрите, вот за две недели, за неполные две недели. Я думаю, что они скоро возьмут Городовку. В свою очередь российские военные сообщают, что минувшей ночью уничтожили 19 украинских дронов над шестью российскими регионами, а также одну ракету «Нептун». При этом украинское командование говорит, что в Курской области ими, скорее всего, был поражен склад военной техники, но подтверждений этой информации пока нет. Обстановка на фронте продолжает быть тяжелой для вооруженных сил Украины, при том, что Россия также теряет целые подразделения бронетехники. Независимые военные аналитики считают, что российская армия стремится в ходе ее нынешнего наступления захватить ключевые узлы украинской обороны в Донбассе, не особо считаясь с потерями. Генеральный штаб вооруженных сил Украины сегодня сообщал, что российские войска продолжают оказывать давление практически по всей линии фронта, наиболее активно на Покровском и Торецком направлениях, и всего с начала суток произошло 88 боевых столкновений. Вот свежий анализ обстановки на фронте от Вашингтонского института изучения войны, который следит за этой войной в открытой ее фазе более двух лет, в изложении моего коллеги Александра Григорьева. 29 и 30 июля российские войска провели пять атак силами от механизированного взвода до механизированного батальона на западе Донецкой области. Подобные локализованные удары, вероятно, демонстрируют готовность к проведению ожидаемого летнего наступления. А российские силы, предположительно, не обладают потенциалом для возобновления отдельных масштабных операций в Донецкой области или на других участках фронта этим летом. Периодически возобновляющиеся механизированные атаки, предположительно, демонстрируют пределы нынешних наступательных возможностей России. Маловероятно, что Россия летом сможет развернуть новое наступление на ином участке фронта в силу проблем с вооружением и живой силой. Институт изучения войны ранее обращал внимание, что на протяжении всей войны российские войска испытывали проблемы с одновременным проведением нескольких крупномасштабных операций. Они предпочитают проводить пульсирующие наступательные операции на разных участках фронта, когда на одном секторе интенсивность наступления возрастает, а на другом уменьшается. На протяжении лета российские войска периодически проводили атаки силами от механизированного взвода до механизированной роты в Донецкой области в направлениях Лимана, Часового Яра и Авдеевки, а в последнее время интенсифицировали атаки к западу и юго-западу от Донецка. Готовность российского военного командования не обращать большого внимания на дорогостоящие потери бронетехники без проведения крупномасштабных наступательных операций на нескольких направлениях и без серьезных оперативных продвижений на западе Донецкой области, вероятно, негативно отразится на состоянии вооруженных сил России в долгосрочной перспективе. Ныне российские войска предположительно обладают достаточным количеством бронетехники для проведения регулярных атак силами от роты в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Однако неясно обладают ли российские войска необходимыми резервами бронетехники для проведения одновременных крупномасштабных наступательных операций на нескольких участках и компенсировать растущие потери в бронетехнике, которые возникнут в результате интенсификации механизированных операций. Нынешние российские наступательные операции также дорого обходятся украинским защитникам и, вероятно, этот подход соответствует стратегии Путина в отношении Украины, которая основана на предположении, что Россия сможет удержать все захваченные территории и дождаться прекращения западной поддержки Украины. По материалам Института изучения войны рассказывал Александр Григорьев. Россия при этом тратит все больше средств, чтобы затянуть и граждан страны, и даже мигрантов на войну. Владимир Путин сегодня подписал указ о выплате в размере 400 тысяч рублей тем, кто с 1 августа и до конца этого года заключит контракт на военную службу сроком минимум на год. Кроме того, регионам России рекомендовано выплачивать еще 400 тысяч рублей за счет средств самих субъектов Федерации, и указ уже вступил в силу со дня его подписания. Я напомню, что с сентября 2022 года размер разовой выплаты за подписание контракта в России на военную службу составлял 195 тысяч рублей. То есть с сегодняшним указом эта выплата увеличена более чем вдвое. Приходят новости, говорящие о том, как Россия обращается с украинскими военнопленными. В частности, военнопленный украинец Александр Ищенко, который служил водителем в полку Азов, умер в СИЗО Ростова-на-Дону. Об этом сообщил его адвокат в ходе заседания в Южном окружном военном суде, где рассматривается дело 22 украинцев, связанных с Азовом. И адвокат потребовал справку о смерти Ищенко, которому было 55 лет. Ищенко родился в Мариуполе, он был моряком, но после российского вторжения в Украину вступил в полк Азов, став там водителем. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубенец обратился со срочным письмом к уполномоченной по правам человека России Татьяне Москальковой с требованием разобраться в причинах и обстоятельствах смерти Ищенко и напомнил, что согласно Женевской конвенции военнопленные находятся в руках враждебного государства. Они отдельных лиц или воинских частей, и держащий их в плену государство отвечает за обращение с ними. Переходим к теме военной помощи. Власти Украины постоянно говорят о том, что для перелома ситуации в небе страны им нужны современные самолеты, и по этой теме сегодня пришла одна из главных новостей дня. Агентство Bloomberg сообщает, что в Украину прибыла первая партия истребителей 16 от стран НАТО. Цитата из сообщения Bloomberg. Первая партия истребителей F-16 от союзников по НАТО прибыла в Украину, что стало долгожданным шагом, который может повысить способность разрушаемой войной страны отражать российские атаки. По словам людей, знакомых с данным вопросом и говоривших с Bloomberg на условиях анонимности, крайний срок передачи F-16 был установлен на конец июля, и он был соблюден. Однако, по словам источников, количество самолетов невелико. И также неизвестно, смогут ли украинские пилоты, проходившие обучение в течение последних месяцев, сразу же использовать самолеты, или этот процесс займет больше времени. Пока пресс-секретарь Минобороны Украины Диана Давитян не комментирует эти новости, в том числе она не прокомментировала это и агентству Bloomberg. Недавно я рассказывал о визите спецпредставителя США по восстановлению Украины Пенни Притцкер в Киев. Она уже вернулась в Вашингтон и сегодня выступала в Институте Брукингса. Это было ее первое появление на публике в США после переговоров с украинским премьером Денисом Шмагалем. По оценке Пенни Притцкер, Украина предпринимает огромные усилия для того, чтобы ее экономика работала даже в ходе этой разрушительной войны. И вот что она сказала. Я только что вернулась из Киева. Это был мой шестой визит в Украину за последние 10 месяцев. И я хочу донести до Вас решительный и оптимистичный взгляд на экономическое будущее Украины. Это не слепой оптимизм и не принятие желаемого за действительное. Скорее, он основан на недооцененной информации, на фактах, тенденциях и прогрессе, которые я наблюдала за последние месяцы. Сегодня, учитывая масштабы российской агрессии, Украина сталкивается с настоятельной необходимостью раскрыть весь потенциал страны и раз и навсегда порвать с постсоветской экономической моделью. Мы знаем, что модель Владимира Путина коррумпирована. В ней царит беззаконие, экономический хаос, она антидемократична, репрессивна, олигархична и терпит крах. И это не то будущее, которого хочет украинский народ. Вот почему страна проделывает тяжелую работу по построению новой экономики, даже несмотря на то, что она ведет борьбу за выживание. Даже несмотря на то, что продолжаются бои вдоль линии фронта протяженностью 620 миль. Украина предпринимает крупнейшие в Европе наиболее сложные усилия по реконструкции и восстановлению экономики со времен Второй мировой войны. Несмотря на войну с Россией, в прошлом году ВВП Украины вырос на 5%. Инвестиции увеличились на 17%, а налоговые поступления выросли на 25% в годовом исчислении. В 2023 году было зарегистрировано более 37 тысяч новых предприятий, что больше, чем было зарегистрировано до войны. Спецпредставитель США по восстановлению Украины Пенни Притцкер. Украина не только пытается поддерживать свою экономику в рабочем состоянии, но и добивается правосудия в отношении российских чиновников. Служба безопасности Украины объявила о подозрении, как это называется в уголовной системе страны, в подготовке и ведении агрессивной войны. И это подозрение объявлено секретарю Госсовета России, бывшему охраннику Путина Алексею Дюмину и заместителю министра обороны России Юнус Беку Евкурову. Киев считает, что и чиновник, и военный прямо причастны к военным преступлениям российской армии и российских мобилизованных на территории Украины. В конце нашего выпуска мы переходим к нашей рубрике «Кого где за что?», в которой рассказываем о репрессиях в России против антивоенных активистов и о том, как официальная Москва берет в заложники иностранных граждан. Как мы рассказывали уже в последние дни, в России из мест лишения свободы пропадает все больше известных политзаключенных, и российские власти никак не комментируют это, а также не сообщают семьям и адвокатам о местонахождении этих людей. На это уже обратили внимание и официальные лица в США, и вчера вечером известный сенатор-демократ от Мэри Лэнда и экс-председатель Хельсинской комиссии США Бенджамин Кардин опубликовал заявление на эту тему. Тайная транспортировка Кремлем российских политзаключенных Лилии Чанышевой, Ксении Фадеевой, Саша Скочеленко, Олега Орлова, Ильи Яшина и Кевин Элика являются очередным наглым нарушением прав человека. Секретное перемещение этих патриотов в неизвестные места без причины и без уведомления их семьи или адвоката неприемлемо, и я призываю российские власти немедленно раскрыть их местонахождение. Лилия и Ксения рисковали всем в своем крестовом походе против коррупции вместе с покойным Алексеем Навальным, чтобы создать лучшее будущее для российского народа. Саша, Олег, Илья и Кевин смело выступили против незаконной войны Кремля в Украине, не спровоцированного конфликта, который привел к гибели более 100 тысяч российских солдат. Как справедливо заявил Орлов, эта война противоречит интересам России и российских граждан. В то время как правление Путина, несомненно, закончится, героизм этих храбых российских граждан останется и будет продолжен. Соединенные Штаты решительно поддерживают их сегодня и ежедневно. Сенатор-демократ Бен Кардин. На нынешний момент известно о примерно 10 или более российских политзаключенных сведения о местонахождении, которых российские чиновники отказываются предоставлять. Все больше комментариев в сети и от разных общественных деятелей появляется о том, кого анаполитических активистов и иностранцев, посаженных в России в тюрьму, может обменять Запад, но никаких подтвержденных данных о возможном обмене пока нет. Тем не менее, новости на эту тему, как сообщают источники «Голоса Америки», могут появиться уже в ближайшее время. На этом наш сегодняшний выпуск ежедневного новостного подкаста «Голоса Америки. Украина. Самое важное» подходит к концу. Его для вас подготовил Данила Гальпирович, также принимал участие в работе над этим выпуском звукорежиссер Алексей Зонов. Пожалуйста, подписывайтесь на этот подкаст на Apple подкастах, также можете его слушать на канале «Эхо» и прямо на сайте «Голоса Америки», там, где это доступно. Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.